День Победы Сотни единиц военной техники, марш десятков тысяч военнослужащих и миллионы возгласов «Ура!» Так обычно проходит торжественный парад в честь Дня Победы на Красной площади. Этот год юбилейный, 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. И даже несмотря на то, что традиционный парад в этот день не состоится, празднику быть! Устремляем взор в небо! 75 военных самолетов и вертолетов. Ровно по числу лет, прошедших со Дня Победы, принимают участие в воздушном параде в этом году. Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, за каждый дом, за каждый рубеж отчизны. Еще одна традиция Дня Победы – шествие в бессмертный полк. Народный марш возник 8 лет назад, а в настоящее время в движении принимают участие люди в более 80 странах мира. Карантин не стал помехой и для этой традиции. В этом году более 600 тысяч человек отправили заявки на участие в акции онлайн. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню «День Победы». «День Победы» – это и есть наше единение. Мой дед Михаил Руссоров пошел на важное дело из средней мальчишки. Воевал в муторо-разведке в составе танкового батарея. Мой дед – красный партизан, пулеметчик. Получил тяжелое ранение на Волочаевской сопке, защищая дальневосточные рубежи. У меня воевал прадед Миркасим Амир Загитович. Его призвали в армию в августе 41-го года. Светлая память всем тем, кто приближал в долгожданную победу с праздником. И даже традиционные праздничные салюты украшают небо городов, несмотря на ограничения. Из московских окон сегодня можно увидеть 16 тысяч фейерверков. В общем, несмотря ни на что, сегодня мы всей страной отмечаем День Победы. А еще у нас на свете мой коллега. Андрей, привет! С Днем Победы! Арина, привет! И тебя с Днем Победы! Ты права, сегодня мы все отмечаем этот знаменательный день. Кстати, помимо того, о чем ты уже рассказала, также были запущены акции и проекты, подробнее о которых расскажу я в следующем сюжете. Сотрудники библиотеки ВДНХ вручную отобрали документы из архивного фонда. 700 уникальных артефактов теперь можно найти на сайте ВДНХ. В инстаграме под хэштегом «Великие песни Великой Победы» пользователи запустили марафон, выкладывая свои видео с исполнением военных песен. Эх, путь-дорожка родовая, не страшна нам балдежка любая. Одежда победу, к тебе я приеду, на горячем моем коне. Еще одна акция «Мечты победителей». Оставив заявку на одноименном сайте, можно стать волонтером и исполнить желание ветерана. Например, недавно осуществилась мечта 91-летней Галины Никитиной. Она попала в дельфинарий. Мне очень понравилось, очень. Даже это как день рождения, в котором я сделала себе. Не обошлось и без праздничных клипов. Сергей Лимох и его проект «Карбон-рок» специально к 9 мая выпустили снятый на карантине клип «На высоте», в котором использованы фото ветеранов из архивов музыкантов проекта и их родственников. И где-то там, на высоте, вижу я свое отражение. И где-то там, видится мне, это просто свет на преломение. 75 лет назад наши деды и прадеды объединились перед общим врагом. Дали отпор фашистским захватчикам. Мы должны помнить великий героизм наших дедов, наших бабушек. Мой дедушка прошел полностью войну. Могу всегда плачу, когда говорю. Записала новый альбом. Нации победителей посвящается. Этот альбом – песен военных лет. Я очень надеюсь, что в каждый дом он принесет мир, тепло и уют. Поздравляю всех зрителей Бридж ТВ с 9 мая, с Днем Великой Победы. Хочется поблагодарить ветеранов, пожелать им огромного здоровья, вечная память героям. От всей души, от всего сердца я хочу поздравить всех нас с Великим Днем Победы. Многие из нас потеряли родственников в этой ужасной войне. Мы надеемся, что она никогда не повторится, не повторится ничего подобного. Печально, что ветеранов становится все меньше и меньше. Давайте их беречь. Давайте всегда помнить этот подвиг, который сделали для нас наши прадеды. Будем всегда помнить и уважать. С праздником вас, дорогие зрители! И пусть сегодня мы дома, но ничто не помешает нам отметить этот день. Друзья, мы присоединяемся ко всем поздравлениям. С Днем Победы! До встречи здесь, на телеканале Бридж ТВ. Всем счастливо! Будьте дома и берегите себя. До встречи в следующем выпуске Агентства Хороших Новостей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...